Заслуженный художник России Михаил Корнеевич Аникеев уже 70 лет живет и работает в Балашихе и является почетным гражданином этого города. Он прошел войну, с отличием закончил художественный институт имени Сурикова, многие его произведения занесены в Советскую художественную энциклопедию и Всемирную художественную энциклопедию всех времен и народов. Субтитры создавал DimaTorzok Для себя всегда вот эти задачи, они в общем-то выполнялись. Отсюда мой путь и движение был бесконечному композиционному поиску по содержанию соответствующей картины будущей мысли. Живопись, графика, акварель, монументальные работы. Более 10 тысяч художественных произведений, многие из которых находятся в галереях, музеях и частных коллекциях России и мира. Таков его вклад в мировую культуру. Он сам называет себя художником математического склада, для которого чрезвычайно важно в произведении отображение времени, действительности, среды и, конечно, света. Вот вы два-три человека, вас сколько, я сразу набираю цвет палитры. Да, вот скажем, у вас сразу теплый палитр. Для него, так сказать, палитру графическую более, так сказать, ясную. Да, серьезную. Для него я, наоборот, патриархальную. То есть, вот палитру прошлых передвижников, он подходит по своему характеру, по всему к этому классу. Он подходит к графике больше. Графики смешанные три цвета. Значит, черный цвет и умбра, идющий вот два. Вас, вас а-ля Русь, которая, так сказать, самосовершенно дает палитру к празднике. Понимаете, праздничная палитра. Серьезно, так никто из художника не занимает, потому что от этого мне легко работать. Вот я выдавливаю те краски, которые нужны, и все. И получается ясно. Стал охотиться за моделями, которые мне нравятся. Вот как обрести модель, особенно женского пола, который чем-то тебя убивает на месте, ты должен ее... Я прихожу в Третьяковскую галерею, смотрю, сидит такая была шатенка почти, да, но с искрящими текипы волос, такая рыжая, с красной меди. И глаза, и глаза двигаются. Вот у нее смотрит она так совершенно прозорно, убивает. А то вот все время глаза вот такие движения. А я шел со своим студентом, самый туда, и говорю, хочешь, я напишу ее? Так, говорю, на спор. Ну так, мне хотелось подковырнуть. А он был заик, говорит, ничего из тебя не получится. Ты ее не получишь. Я говорю, получу. И, значит, предложила такую штуку. Говорит, давайте я вас напишу. Она посмотрела на меня, помигая глазами. Говорит, я занята. Говорит, я на спор, помоги мне, я выиграть должен бутылку водки. Говорит, все равно так на спор, чисто такое, чем-то надо. Я рассказала ей почему. Она говорит, хорошо, приходи вот завтра ко мне, я в воскресенье, так сказать, дома, и с матерью живу. Я пришел с палитры, за полтора часа я написала им портрет, и не помню, как я писала и что. Она говорит, слушай, отдай мне этот портрет. Я говорю, ну мы же с вами говорили, что я напишу картину, и через год я вам ее отдам. Потому что картину написать вы мне подходите, как европейка. Так на это мы разошли. Через 40 лет этот портрет у меня лежал, попадает на продажу в Японию. Японцы приезжали ко мне тогда в 90-х годах, каждый год и покупали для Японии, и в результате мы и открыли там музей. 85 произведений. И они ездили каждый год ко мне сюда вместе с посольством, уже здесь вот докупали, покупали, все. И вдруг оттуда приезжает и говорит, Миша, у нас есть постоянный посетитель, который посещает мастерскую, ему отведено место, но перед вашим портретом. И он теперь вдруг, через год, посещая каждый день, сюда по часу сидит у нас и говорит, я покупаю этот весь портрет, отдаю все свое состояние, а он мультимиллионер, отдайте мне этот портрет. Мы, говорит, ну старик, японец, черкнулся. Отдает все в состояние, это мультимиллионер, это огромные суммы, которые... Я говорю, а зачем ты приехал? Я, говорит, хочу вот рассказать тебе это почему. Давай сделай копию. С этого портрета, который в Японии, у тебя есть материал, а у меня сохранился технологический материал, такие же холсты 50-х годов, когда я писал все формы, и рамы даже такая. Я говорю, вот рама эта с абсолют, вот так подходит. Согласен? Он говорит, согласен. И он уезжает. Я написал копии, это делал целый месяц. Почему? Мазок такой-то надо был, мазок... Я тогда был 27 лет, а теперь мне было 65 лет, это разница. Так сказать, отношение ко всему. И когда портрет мой был готов, он приезжает, я ему даю телеграмму, он приезжает, забирает мой портрет и вешает вместо того, этого. И вот этот приходит, этот мультимиллионер, сидит, проживал, кофе попил там у них, встал, не прощаясь, говорит, ушел. Замерли мы все. Наблюдаем, как ее ситуация. Он же запросил этот портрет, отдает все в состоянии нам. Второй день он приходит, приходит, и потом встал и говорит, она со мной не разговаривает. Первый портрет, который висел, был поддан молодостью, красотой. Все биополе было там. И он жил с ней полностью духом и чем. А эта копия великолепная «Не придраться» на рынок, она абсолютно была чиста, но биополе не было уже. Я не мог ничего сделать, как художник творец. Я искал мазки, творческие краски, техника. А техника – это не искусство. И вот тогда-то он и говорит, что он поднялся, снял, и мы, говорит, поняли. И он мне привозит обратно этот портрет, не заплатив ничего, говорит, извини, но мы так уж договаривались с тобой, все так проиграл. И в результате этот портрет в Японии висит, и мультименюр ходит. КОНЕЦ Вот перед вами два кажущиеся звена цвета. Это вот цвет, первый цвет вечернего уходящего солнца с севера, а этот цвет Рязани, цвет Аки. Аки – 10-ти утречные письма времени. А они, кажется, блин, это вечерний, а это радужные до 12, два колебания. Меня интересовало, скажем, это года разные, это года 65-го года уже было, а это уже года 80-х годов, когда я в Рязани там был. И эти пейзажи мне дали, они давали узнать, какое же колебание этой самой палитры будут. И здесь все-таки палитры, красочные пигменты сходятся утро и вечер, но они по мастерству и по, ну что ли, по колориту, они отличаются друг от друга своей тонкостью. Кажущие краски вроде одинаковые, а они наверняка же узнают, что это же не вечер, а это вечер. Субтитры создавал DimaTorzok Однажды ставил себе разные постановки, букеты, которые там дарили, не дарили. Я ставил, думаю, а что я из этого букету сделаю как поэт, или как график, или как влюбленный. Что? Вот эту маленькую метафору я брал на вооружение и делал, и думаю, написал полностью листья и все, натюрморт. Не живет, не удовлетворяет. Вот у меня здесь вот никак он не... Ну и что я написал? Беру холодный фон синих, зеленых, до черного входящего, то есть глубинная ночь, а здесь выходящего к нам, и белый цвет. Белый цвет дает цвет надежды, и он не разговаривает, потому что из него будет строить определенные мысли сама модель, скажем, которую я дарил. И, конечно, когда я это самое привез на одну выставку, и этот натюрморт, ко мне подходили, продай. Я говорю, ну я вам продаю, сейчас у меня сразу скучно будет, неинтересно. Девяностое год, начало смены властей. Здесь пришел Ельцин к власти, и он объявил, что желающий иметь все на этом свободно, может, как хочет, распоряжаться и, в общем, скупать все дома, свободные площадки и так далее. То есть получился грабеж своеобразный. И ко мне вдруг в 7 часов вечера стучаться в мастерскую, тут на втором этаже было. Я открываю, входят два автоматчика и капитан милиции местный, которого я знал физически. И объявляю, в 24 часа, чтобы у тебя здесь не было духу. А мастерская также почти этим количеством работ была наполнена, половину только. Я стою с сыном своим, все. Эти автоматчики так дрын. Я они имел совершенно, то есть настолько это была сила взрыва, несмотря на то, что я фронтовик сам. Они имел, они ушли, и я ушел. Закрыл, ушел, и все, как провалился. То есть случилось анемия полностью. И тогда через сутки я звоню депутату своему, которого знал здесь, в Москве. Я говорю, вот он мне звонит, хорошо, что ты рассказал. И срочно перед депутатом выступает, говорит, таков заслужил художника, чтобы так поступить в Балашихе, т.д. сюда. И срочно. Оттуда министр культуры выезжает ко мне, встречаемся с ним в мастерской в этой же. Он ссылается нашим местным начальством в мастерскую, и опять возвращается с условиями, с переездом будущим в другое место, как хочешь. Потому что дом этот продан, ты уже не хозяин. То есть все. И они через месяц стали вывозить сюда. Я дал согласие, да, ты сюда. Они стали вывозить, вывозили целый год. Потому что настолько все надо было, вот этот весь мусор вывезти так, чтобы как-то до этого. Часть поворовали, все вроде так и закончилось. Но я, между нами говоря, где-то чокнулся. То есть от такого удара слишком уж открыт, откровенного и сильного, несмотря на что я фронтовик. И здесь родилась внучка у меня, Даша. Ей было полтора-два годика. Она видит, что дед в состоянии какого-то того. И она говорит, дед, пойдем. Все время, начиная с маленького возраста, она была путеводителем. И она взяла меня как бы за руку, и мы с ней начали ходить. И я, в общем, в течение зимы отошел. Я с ней стал рисовать. Нарисовал в течение года полторы тысячи рисунков. Цветными и мелками, и акварель, и краской. То есть у меня была готовая модель. Она идет, играет с куклом. Подходит мой юбилей, значит, 65 лет. Я выставляю в нашей галерее. Все ждут драматические вещи, звонки будут с музыкой, так сказать, не волторно, а целой оркестровки. Я выставляю только «Дети», «Солнце» и «Акварели». Акварели «Акварели» Акварели «Акварели» Я познакомился с Евтушенко, он приезжал сюда к нам на выступление. А так как я, в общем, в это время еще держал поэзию в своих руках, так называемых руках в хорошем смысле, то был он приглашен, и, в общем, мы с ним познакомились. Я ему подарил каталожку, вот другой каталог, все, приятно, десятый. Он собиратель искусства. Ну, народа было очень много, собралось на встречу его. И он рассказывал, как он все-таки пришел к вам не потому что, потому что я услышал, что Балашихи меня тоже любят. Произнес так несколько слов и пятый десятый. Я думаю, я должен написать с него портрет века. Какой он на самом деле. И, в общем, дольше, глубже познавая его, какая у него собака ведется, как он закрывается на даче, на какие петки, замки. В общем, все, что художник, она знает, все ее внутреннее состояние. В следующий раз он приезжает с одной сессии и говорит, я приехал оторвать шесть камбалаших. Народа было пять много. Я, значит, мы с ним встречаемся на сцене, я ему приношу одну хорошую акварель и дарю. Он говорит, в жизни мне никто не дарил настоящее искусство. Так, франком. Через год, в течение года, 20 эскизов я для себя сделал, как решить. Кто он по душе, кто он в натуре, какой он поэт. То есть здесь начинается анализ подхода к человеку и поэту, и времени своего. И я, в общем, когда я увидел эти его бесконечные провалы и подъемы, я думаю, сделал. И плюс любовь к собаке, как к животному, туда-сюда, и плюс двойнику, как и за государство, против всего, всю его, всю его, весь его кишечник прочистил и написал. И когда написал этот портрет, вот смотрите, где его ноги. Вверху, посмотрите, он же разделен, книга черный, листы черные и белые. Созвездие, которым он похвалялся, 5-10, оно же на черном, а не на голубом небе. То есть анализ, он же аналитический поэт, он же не поэт души. Его всю биографическую сторону скрыл так. И когда выставил здесь Балашихи, то, в общем, искусствоведы вынесли ему приговор великолепный. Такого портрета они еще в жизни не видали от художников. Портрет остался в эпохе, во всемирные энциклопедии вошел. Это, я думаю, что сверхдостаточной той похвалы для меня, а для него, как личности, неплохо. Михаил Корнеевич, приближается ваше 80-летие. Как вы сейчас смотрите на ту эпоху, которая осталась у вас за плечами? Я как художник смотрю, что это для меня эпоха была выигрышным сражением, как истины в искусстве. И сейчас, когда огромное количество начали ко мне совершенно спокойно приезжать, с ночевкой и так далее, я, конечно, радуюсь. И раньше радовался, ну а теперь это, в общем, открытый способ. Люди просыпаются и видят, что без искусства прожить невозможно. Михаил Корнеевич, а чем, на взгляд художника, 20-й век отличается от 21-го? Возврата к 20-му веку и подражания не получится. Почему? Потому что захваченные люди материализацией, имея в виду денежными ресурсами, никогда еще в мире странам никому не удавалось быть представителями искусства на высшей точке. Ведь человек рождается, выходя на свет Божий ребенок, он видит свет. Если этот свет будет в художниках сидеть, если в этих холстах, значит, жизнь остается в самом радостях. А радость искусства всегда должно приносить радость и будет приносить радость. Можно ли утверждать, что вы художник 20-го века? Не только можно осмотреть художник 20-го века, но и 21-го, я еще не кончил свою палитру. Думаю, что прошлите не один десяток с радостью. Я слышала замечательную историю о том, как к вам пришли несколько японок и спросили, а почему ваши картины все разные? Вот здесь они все выстроились, и когда увидели такое огромное количество людей, и говорят, странно, мы смотрим, а кто сколько здесь художников работал? Я говорю, ваш маэстро здесь. И подарил им, значит, две акварели. Да, они были, конечно, рады, интересны, и все это всем. И говорят, почему? Я говорю, давайте проверим на холстах. Они говорят, у нас в Японии запрещают, если разные манеры письма тогда, то не берут. Я говорю, ну, если вы даете не искусство, а то при журнальном оформлении, там требуется одно. А художник индивидуум. Я себе в каталоге написал, Бог меня послал, так рожденного, для того, чтобы нести солнце и радость людям. Я этот долг выполняю. А в чем сегодня вы видите радость? А сегодня я вижу радость в состоянии видеть молодое поколение, потому что оно пытается быть маленькими баранчиками, а я хотел бы, чтобы они были великолепными овцами. А овцы во времена еще, так сказать, их открытия, когда они овцей являлись, они являлись надеждами, что они их будут кормить. И вот думаем, мое желание, чтобы молодость теперь вернулась к тому, чтобы они сами на корм зарабатывали, делали и кормили человечество чувством красоты, радости, любви. Этому я свое творчество посвящаю, и до сих пор не только не хочу делать, а наоборот, как бы второе воскрешение идет. Чем еще наполнена жизнь художника Михаила Корнеевича Аникеева, кроме живописи? Ну, кроме жизни, наполнена самой жизнью утверждениями встречи с миром самим, то есть встречи с солнцем, встречи с луной, встречами двух мужчин и женщин. То есть жизнь продолжается. Раз она продолжается, то есть само движение на поверхности нашей планеты, ведь планета дана для того, чтобы ее любили. И те же ели, и те же состы, и те же растения, и те же травы вновь возрастают. Так же и человечество 21 века. Может быть, кто-то будет протестовать, но все равно ведь все желают выраста. Вот этого самого состояния, чтобы можно было расти и наслаждаться жизнью. Музыка 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 Музыка